Протяженность участка около трех километров. Дорога от Су-2 до Нижней Мактамы не ремонтировалась с 2008 года. Износ покрытия превысил 60%. Этот участок автодороги является у нас аварийным уже давно. И в этом году мы повторно обратились в компанию Татнефть. И компания Татнефть выделила средства на ремонт этого участка дороги от Су-2 до Мактамы. Работа усложнила то, что на участке проходят троллейбусные маршруты. В последние дни транспорт работал с перебоями, поскольку прямой контактной сети не хватало, чтобы троллейбус мог объехать ремонтируемый участок. Было принято решение пустить по маршрутам четыре троллейбуса с автономным ходом. Мы не сможем их настолько перевозить тягачами постоянно. То есть надо иметь минимум пять тягачей постоянной работе и постоянно туда перевозить, туда-сюда. Поэтому мы поставили у нас четыре автономных троллейбуса, которые работают на аккумуляторах. И расчетное время движения троллейбусов не более 15 минут. Ну, к сожалению, получается так иногда, что какой-то троллейбус выходит из строя и, соответственно, интервал увеличивается. Работа идет без выходных. Дорожники выходят на участок с шести часов утра. К понедельнику основные виды работ планируют завершить. Со вторника движение общественного транспорта возобновится в стандартном режиме. Рабочим на тот момент останется укрепить обочины и перейти к нанесению дорожной разметки. Это не будет создавать помех движению троллейбусов. Елена Морданшина, Новости Юго-Востока.